Привет, друзья! Ну что, приступим к косметическим фаворитам. И я буду рандомно доставать все, что у меня здесь лежит, потому что их много и задерживаться не буду. И начну, наверное, с уходовой косметики, которой было реально приличное количество, потому что, как всегда, я с наступлением тепла, я достаточно мало пользуюсь косметикой, стараюсь максимально вообще разгрузить свое лицо, чтобы не забивать свои и так проблемные поры и вообще. В общем, поехали! И первое, что мне безумно понравилось, это вот такая корейская умывалка, которая называется Энести. Энести. Пенка умывания с экстрактом японского лимона. И серьезно, это офигенная вещь. Я даже не думала, что она такая классная. Потому что, насколько мы можем знать, вообще любая корейская умывалка, японская умывалка, она достаточно сильная и промывает вашу кожу просто насквозь, так как она предназначена для снятия, для макияжа бибикремов. Корейские бибикрема, соответственно, очень сильно впитываются в кожу и снять их обычным там каким-то молочком нереально. Ну и, конечно, для моей жирной проблемной комбинированной кожи это просто находка. Очищает до скрипа. Плюс, так как здесь есть лимон, очень-очень классно отбеливает кожу. В общем, я в восторге. И форма вот этой такой пенки, которая поначалу такая, ну, не очень пенящаяся, а потом преобразуется реально в такую пышную пену, как будто, я не знаю, как будто снежный ком на вашем лице. Классные вещи, кстати, стоят недорого, около 270 рублей. Энести отдается в подружке и классная штука. Но не для сухой кожи определенно. Следующая вещь это шампунь и бальзам. Это фирма Aussie, насколько я знаю. И понятное дело, что я купила столько на название, потому что я люблю австралийских овчарок. Я люблю Aussie. И подумала, почему бы эту штуку не попробовать. Я мечтала просто о ней. И это все-таки относится к какой-то более полупрофессиональной косметике. И пахнет это невероятно вкусно. У меня также есть еще и бальзам. Не могу сказать, что это прям что-то нечто делает с моими волосами. Но я так понимаю, что моим волосам подходит профуход. И хорошая вещь. Этой весной я реально делала маски для лица практически каждый день. Не знаю, как-то у меня больше к уходу тяготело мое лицо в этом месяце. И у меня были вот такие масочки. Одна, кстати, из фикс прайса купленная. У меня еще есть одна такая же, только это тонус и увлажнение с облепихой. И у меня есть еще с клюкой, что ли, которая питает кожу. Это, я бы даже не сказала, что это маска. Это скорее такой жирный-жирный крем, который желательно носить на ночь или на какое-то длительное время и оставлять. Он впитывается в вашу кожу, и все происходит замечательно. Я пробовала и так, и так. Я носила ее и в душе на несколько минуток. И также на ночь, и эффект, в принципе, мне нравился. Но она не делает никакого такого там супер-мега-эффекта, что у вас кожа, я не знаю, как у Анжелины Джоли или там Дженнифер Лопес. Нет, но заметная, напитанная, заметно более такая красивая и прекрасная кожа все-таки. Нормальная штука. И следующая маска, которую я называю утренняя маска, потому что она реально освежает, и она реально очень пробивная. Это Avon Naturals освежающая маска для лица с розой, мятой и ромашкой. Она имеет гелевую консистенцию, и я наношу ее утром, и вам советую наносить ее утром, потому что она реально мятная. Она очень классно освежает кожу и бодрит. Она очень бодрит. Опять-таки, какого-то эффекта я не видела, прям такого суперзаметного, но бодрит она знатно. Это просто как чашка хорошего кофе. И она мне понравилась, да. Далее еще перейдем к корейским кремам. А, где они? Так, стоять. У меня тут Линда лежит и охраняет все вот это, все барахло, что здесь лежит. Я решила пробовать корейские крема. И первое, на что упал мой глаз, это был вот такой крем, вот такой, у него очень странная фирма, и Чойс, и Эхо Чойс. В общем, вот такой, я, может быть, скину вам ссылочку на его название. Это крем с гиалуроновой кислотой. Я подумала, гиалуроновая кислота, там она какая-то классная, увлажняет кожу, все дела. И поначалу у меня не было с ним никакой любви, ни с первого взгляда, ни со второго взгляда. Но я поняла, что этот крем идеален для сухой и нормальной кожи. Особенно, если вы несете его на ночь. Это просто спасение. Также для какой-то более возрастной, более взрослой кожи. Или идеально. Мне кажется, он классно подойдет моей маме. Скорее всего, я куплю ей точно такой же. Но мне он тоже понравился. Я наношу его на ночь и на утро кожа просто такая классная, напитанная. Но наносить его под макияж, конечно, не советую, потому что практически любое средство с гиалуроновой кислотой дольет такое немного липковатое ощущение. И любое там тональное средство может на вас поползти. И следующий крем, это точно такой же крем с керамидами. Также филы и чуиз. Мне тоже очень понравился. Как ни странно. Не знаю. Например, я пока еще присматриваюсь к ним постепенно, но забитых пор он у меня не вызвал. Кожа после этого очень мягкая, такая разглаженная. Я бы сказала, что почти все корейские крема направлены именно на сияние и увлажнение кожи. То есть не на мотирование. Как и BB крема, например. Кстати говоря, я забыла упомянуть, что крем с гиалуроновой кислотой просто идеален для области вокруг глаз. Это идеальный крем. Я сколько перепробовала кремов для области вокруг глаз, это самое лучшее. Причем стоит в районе 450 рублей. Но очень советую девушкам с сухой или нормальной кожей. Это просто находка для вас будет. Я также освоила матирующие салфетки. Так как я уже давно не пользуюсь пудрами. И реально это работает. Это очень классная вещь, которая не вызывает ни прыщей, не снимает макияж. Стоят они просто копейки и хватает очень надолго. Следующий моментик. Это был подарок моей знакомой, очень хороший. Я просто безумно благодарна тебе за это. Потому что когда я получила посылку, я просто реально пищала от восторга. Я не засняла это. К сожалению. Но надо было. Так как она занимается минеральной косметикой, она мне прислала вот такие замечательные штучки. Не знаю, будет ли она видно. Но здесь минеральные основы, минеральные пудры, минеральные тенюшки, минеральные румяны, минеральные хайлайты. В общем, я была просто в восторге, потому что большую часть я не заказывала. Она мне прислала как подарок. И это круто, мне очень нравится. И хочу рассказать о своих уваритах именно минеральной косметики, потому что я считаю, что она мне реально подходит. Если у вас жирная комбинированная кожа, то это то, что вам нужно. Как такового сильного прям покрытия оно не дает, к сожалению. Но, тем не менее, оно не вызывает каких-то новых прыщей, новых покраснений, новых проблем. И мне очень-очень сильно понравилось. Сейчас покажу. Где ты, дорогой? Значит, фирма называется Face Value Clear Blemish Concealer Pudra Uход. Очень классная штука. Вот это более-менее хорошо скрывает какие-то покраснения. Можно наносить абсолютно на все лицо, в том числе и на область под глазами. Мне очень понравилось. Состав у них просто наинатуральнейший. Там буквально 3-4 ингредиента. И никаких там гадостей, эти там железа, еще чего-то, свинца. Ничего этого не содержится. В общем, очень классные вещи. Мне действительно очень-очень нравится. Сейчас на меня макияж сделан с помощью этих штук. Дальше мне очень понравилась пудра. Которая, я вообще считаю, там, наиболее популярной и наиболее много людей ее заказывает. Это пудра с зеленым... Это рисовая пудра с зеленым чаем. Пудра Uход. Она представлена у них для жирной кожи и для сухой кожи. У меня для сухой кожи, но она отлично матирует. Она вообще отлично все делает. Она пахнет зеленым чаем. Я просто... Знаете, есть такие в Японии зеленые чаи, которые в форме порошка. Вот это вот, прям вот это. Серьезно, так вкусно пахнет зеленым чаем. Тоже буквально 2-3 ингредиента. Просто я в восторге. Отлично матирует кожу. Держит макияж. Очень замечательно. Ничего не плывет. В общем, я в восторге. И мне очень сильно понравился хайлайтер и румяна. На мне, кстати, сейчас румяна, с которыми нужно быть крайне осторожным, чтобы не нанести слишком много. Фирма Heavenly Mineral Sweet Cheeks. Мне очень понравился оттенок. Он такой слегка сияющий, он не матовый. И они больше такие сосево-персиковые. Очень прикольные, но с ним надо быть реально очень осторожными. Потому что в первый день я бухнула их столько, что была просто как свекольный король. И мне очень понравился хайлайтер Sweet Sands Moonlight Star. Это иллюминайзер. Вы знаете, друзья, вы знаете мое отношение к хайлайтерам. Я очень мало их пробовала, но меня всегда к ним тянуло. И вот эта вещь, она божественная. Я точно вот эту вещь закажу в полном размере, потому что, боже, это чудесно. Она придает такое нежное сияние, без блесток сильно. У них вот реально как будто у вас такая светящаяся красивая кожа. Я все время называю этот хайлайтер лунный блеск. Вот лунные блики на вашем лице. Просто как такое можно будет делать? В качестве тени я практически всегда использовала вот эту палетку, которую вы знаете. У меня есть обзор на нее. Это Essence из лимитированной коллекции All That Grace. Которую, к сожалению, вы, наверное, уже не сможете найти, так как она недавно прошла. Но, тем не менее, я вам покажу ее. Очень классное зеркало. Очень классные тени. А, кисточка грохнулась. Идеально подойдет для зеленых, для серых, для каль. Точно говоря, для каких угодно глаз, потому что здорово. Я реально ими прониклась. И я их использую не только как тени для глаз, но и как хайлайтер, как румяна, как подводку. Это универсальные тени. Я брала их с собой поездку. И действительно, ими очень сильно довольна. И следующее, это тушь от L'Oreal Volume Million Lashes So Couture. И это тушь, которой нет никаких претензий. Это гипоаллергенная тушь, которая пахнет ванилью. О боже, ну это парфюмированная ванильная тушь. Серьезно. Вот как такое можно было сделать, я не знаю. Лареально, конечно, молодцы. И на эту тушь меня подсадила мама. И она дает объем подкручивания, удлинения. Все, она не осыпает в течение дня. Моя мама работает в ночную смену. И она с этой тушью спит. И на утро все на месте, и ничего даже не осыпалось. В общем, на удивление, я постоянно пробую что-то новое. Но я ей точно не изменю в ближайшее время. Покажу вам помады. Вы думали, что всего так мало, да? Нет, друзья. Вы еще не видели эту коробку с помадами. Это мои фавориты помад и блесков. Но на самом деле, это все мои помады, что есть. А самих фаворит их меньше. Дело в том, что, как вы видели, я прокалывала губу. И так получилось, что... Вы знаете, когда прокалывают губу, наверное, из тебя, вы как знаете, из шарика проткнутого выходит воздух. И, наверное, из меня вышла вся влага из моих губ. В общем, я не могу пользоваться помадами, как матовыми, какими-то яркими, потому что мои губы реально иссушены и пипец как. Я нужна только бальзамы и блески, которые более-менее как-то их спасают. Но сейчас уже ситуация получше, так как мой прокал уже более-менее зажил. И я покажу вам два блеска, которые мне не нравятся. Очень сильно нравятся. И первый, вы, наверное, его уже видели. Это Catrice. Shine a Peel Fluid Lipstick. Оттенка Meet You at the Barbie 0.30. Это такой приятный, нежно-розовый, влажный блеск. Очень липковатый, пахнет тоже ванилью, карамелью, сладковатый, чем-то таким приятным. У него есть небольшой минус. Он течет из уфаковки. Серьезно, он у меня столько вещей испачкал. И второй блеск, он такой персиковый, лососевый, но на губах он смотрится просто с легким, легким, теплым таким блеском. Это Maybelline New York, да? Shine, так и называется Shine. Оттенок 115, Glorious Grapefruit. Шикарный грифрут. Мне нравится его текстура. Мне нравится, как он лежит на губах. Он тоже липкий. Я люблю липкие блески, потому что они стойкие. Они реально долго держатся, никуда не затекают. Но есть такой интересный минус. Минус для меня. Он пахнет... Вы знаете, в фикс-прайсе продаются такие блески. Стоит вот эта вот миска, и там всякие блески. Он пахнет реально, как вот эти блески. Так что... Ну, такой дешевый какой-то получается запах, не очень приятный. Но я ему это прощаю, потому что мои губы он реально спасает, увлажняет, и воздух из них не выходит. И вы знаете, у меня была такая идея, когда я только проколола губу, а если я буду пить чай, выну, соответственно, украшения, чай польется из этой дырочки? Я так и не проделывала это. Ну, если только дуть прям со всех сил, надувать щеки, наверное. В общем, у меня такие странные мысли. Но я не могу обойти яркие помады, к сожалению, не могу их обойти. Так. Их было две. И уважаемая моя дорогая, прекрасная сестра Саша, ты реально знаешь, чего я хочу, и ты даришь мне помады моих цветов. Моих цветов. Знаете, помните, я говорила в прошлом видео, что имбирный чай, это я в облике чашки, так вот эти две помады, это я в футляре помад. Это Avon. И у Avon прекрасные помады. Практически все помады реально прекрасны. И первое, это Berry Blast. Серия, кто-то не знает, серия новых матовых помад. Очень приятно пахнущих, в таких бархатных футлярчиках. Вот этот. Как она вкусно пахнет? Я не знаю, чем она пахнет. Но это такой легкий, ненавязчивый, дорогой запах. Это сливово-фиолетовая приглушенная помада. Очень красивая. Она безумно красивая. Она стойкая, она кремовая. Несмотря на то, что матовая, она очень кремовая. Она очень легко скользит по губам. Даже не требует карандаша. Но я ношу все с карандашом. И она прекрасна. У меня... Я просто в шоке. Как Avon могли сделать такие помады? Как? Теперь из всей моей коллекции у меня куча помад. Это самая качественная, приятная помада для меня. Очень красивый оттенок. Очень красивый. Но не смотрится готично. Она скорее такой очень благородный. Для какой-то благородной английской леди. И следующий это сумасшедший оттенок. Когда я намазалась первый раз при маме, моя мама сказала, Боже, это же Анжелина Кжели. Это же просто даже неприлично так ходить. Все как светофор. Все смотрят на твои губы. Но я хотела. Называется Vibrant Melon. То есть яркая дыня. Не знаю, почему дыня. Но цвет в урве глаз. Это такая яркая, неоновая фуксия. Определенно теплая. Здесь нет ничего холодного. И на губах это смотрится просто бомбезно. Я покажу вам. Все свочи-то не показываю. Все уже дурочка. Вот просто... Гляньте на это. Это просто... Ну я даже не знаю. Сейчас покажу вам свочи. Первый помады. Ко мне скоро приедут помады. Матовые. И у меня была идея сделать для вас видео со сводчами всех своих матовых помад. Так это выглядит. Помады шикарные. Серьезно. Просто шикарные. Если будет возможность попробовать именно вот эти матовые помады от Avon. Берите, не задумываясь. Просто это реально мои самые любимые помады из всей моей коллекции. Когда мои губы заживут до конца и перестанут так сильно сохнуть. Я буду ими очень много пользоваться. Вот. Красной помадой я не пользовалась. Этой весной. Увы. Я хотя очень хотела. Я просто рада, что вы и меня смотрите. Я рада, что вы остаетесь со мной. Потому что для меня это реально очень важно. Мне было безумно... Вы не представляете, как мне было приятно, когда я получила столько поздравлений на свой день рождения от моих подписчиков, знакомых, друзей. Просто... У меня аж сердце разрывалось от радости. Просто большое реально вам спасибо. Потому что это очень вдохновляет. Это очень повышает настроение, общий тонус и так далее. Реально. Потому что пока вы здесь, пока вы со мной, пока вы меня смотрите, у меня есть силы и возможность снимать. У меня есть вдохновение. У меня есть энергия. Несмотря на то, что я болею, у меня такой вообще противный, мерзкий голос, я думаю. Но тем не менее, друзья, это было мое видео. И оставайтесь счастливыми. Оставайтесь здоровыми. Пусть у вас все будет очень хорошо и прекрасно. Потому что на улице весна. Че грустить-то? Грустить нечего. Поэтому до встречи в следующих видео. Пока-пока.